Друзья, приветствую, с вами Александр Демченко, и это означает, что вы на ютуб-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. Сегодняшняя беседа обещает быть безумно интересной, потому что у нас в гостях человек, который очень хорошо разбирается в современном мире российских спецслужб. Гроза ФСБ, я бы так его назвал, и главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Друзья, перед тем, как мы начнем, я вас призываю оставлять как можно больше лайков, комментариев и не забывайте подписываться на все наши ютуб-площадки, ну и, конечно же, читайте сайт Агентура.ру. Андрей, вот после того, что случилось в Подмосковье, теракт Кроку-Сити-Холли, как вы считаете, что говорят вам ваши источники в ФСБ в том числе? Это был прокол российских силовиков, это была операция ИГИЛ или это была инсценировка и специально продуманная акция? Ну, пока согласно тем данным, которыми мы располагаем, мы, конечно, понимаем, что в России сейчас существует жесткая информационная цензура, в том числе и по освещению деятельности российских спецслужб, особенно в области предотвращения террористических атакт. Здесь цензура максимально жесткая, и это многолетняя практика, которая началась задолго до войны. Тем не менее, то, что можно видеть, что, скорее всего, это был, конечно же, прокол. Другое дело, что таким образом он не воспринимается российскими спецслужбами по частично историческим причинам, потому что там считается, что, несмотря на то, что существует официально утвержденный упор на превентивный характер деятельности контртеррористических подразделений, но считается допустимым сосредоточиться на расследовании уже, скажем так, случившихся атак. И именно поэтому самое профессиональное подразделение ФСБ – это, на самом деле, те люди, которые расследуют то, что уже произошло. Они пытаются предотвратить то, что еще не случилось. Хорошо. А как вы для себя поясняете то, что Путин стал моментально переквалифицировать это все действие и говорить, что во всем виновата Украина? Намекать на то, что это неонацисты, что это украинский след, что вот эти вот таджики выезжали, там было какое-то окно в Украину. И, кстати, давайте отметим, что для того, чтобы создавалось какое-то окно на границе, нужно, чтобы с другой стороны, которую контролирует ФСБ, это окно открыли. Так почему Путин все-таки переключился на Украину сейчас? Вы знаете, там довольно сложный нарратив. Насколько я понимаю, были первоначальные сообщения со стороны ФСБ, что и про ФСБшных телеграм-каналов, о том, что существовал некий схрон, в котором хранилось оружие, которое было приготовлено для этих четырех человек, чтобы они взяли это оружие, насколько я понимаю, такая идея, и потом с ним прорывались в сторону Украины. Никаких доказательств пока существования этого схрона мы не видим. То есть я не понимаю, где находился этот схрон, в каком месте географически, какого рода оружие там хранилось. В общем, все эти, скажем так, подробности, они пока ничем не подтверждены. Несмотря на то, что мы видим, что российский интернет завален огромным количеством видео с допросами подозреваемых, с пытками подозреваемых. То есть там информации нельзя сказать, чтобы не было. То, что касается, почему Владимир Путин сразу же пытается это повесить на Украину, но мне кажется, что он вспомнил то, с чего он начинал. То, что борьба с терроризмом, в принципе, это та карта, которая позволяет мгновенно повышать свою популярность среди запуганного населения. К сожалению, теракты – это то, что пугает людей намного больше, чем что бы то ни было. Это удивительная, кстати, вещь, что именно террористические акции имеют такой эффект, но это так. И, собственно, когда люди запуганы, они готовы согласиться на любые меры, в том числе на предоставление любых полномочий своему лидеру, лишь бы он защитил их от этого страха. Вы намекаете на мобилизацию, на военном положении и на смертной кассе? Те вещи, которые вы перечислили, дадут лишь, скажем так, тактический эффект. Я говорю скорее о переходе к более масштабным репрессиям. То, что мы, в принципе, все ждали после выборов, и, видимо, это будет происходить. Поэтому в этом смысле очень удобно вспомнить о террористической угрозе как основной угрозе государству. И мы видим, что на самом деле в террористы сейчас записаны в России абсолютно все. От ЛГБТ-комьюнити до последователей и людей, которые вообще когда-либо симпатизировали Навальному. И понятно, что Украина, с которой ведется война, должна быть в этом ряду. Как же без этого? А как вам такая версия? Потому что мне буквально сегодня ее озвучили, и она мне представляется очень интересной. Что когда американцы озвучили ФСБшникам то, что будет планироваться эта террористическая атака на территории России, быть может даже и не одна, Путин услышал это, воспользовался и подумал, давайте-ка я использую эту атаку для того, чтобы потом все перекрутить, обвинить Украину и решить свои политические вопросы. Что вы об этом скажете? Такое могло быть? Честно говоря, у меня есть некоторые сомнения в том, что, скажем так, современный российский государственный аппарат способен на такие многоходовые схемы. Владимир Путин, конечно, хороший тактик, как мы видим, но со стратегией у него не всегда все хорошо получается, а здесь бы это потребовало разработка действительно очень серьезной многоходовой комбинации. Владимир Путин исторически хорошо умеет пользоваться ситуацией, даже когда она против него, когда это трагедия, когда это проигранные войны, когда это унизительные поражения, которые видела русская армия в 2022 году. Тем не менее, он хорошо умеет пользоваться такими вещами, перепридумывая нарратив. Но он его не создает обычно, по крайней мере, скажу я осторожно, потому что все бывает в первый раз, но обычно он не создает его с пустого места. Он пользуется тем, что уже произошло. В данном случае надо понимать, что учитывая атмосферу, ну скажем так, которая сложилась в российских спецслужбах и прежде всего ФСБ, надо просто представить себе, насколько сейчас вопрос лояльности выше вопроса профессионализма. И да, конечно, существуют каналы связи между американскими спецслужбами и российскими спецслужбами по линии борьбы с терроризмом, но вы просто представьте себе того офицера ФСБ, который должен прийти к своему начальству и доложить ему, что вы знаете, я вот тут говорил или мне прислали информацию, и мы должны этой информации верить, потому что это американцы. Ну понятно, что такой человек десять раз подумает, как эту информацию изложить, чтобы максимально проложиться, чтобы максимально обезопасить прежде всего себя. А в ситуации террористической угрозы время очень важно, то есть нет времени придумывать ту форму, в которой генералу это понравится, а потом генерал не испугается, перепридумывает форму и доложит это первому лицу. Иногда счет идет на дни, на часы. А как вы считаете, тогда давайте немножко другую версию, потому что я очень хорошо помню, как перед началом планомасштабного вторжения 16 февраля 2022 года, получается, за 9-10 дней до, американские спецслужбы, которые начали проводить эту новую, как они заявили, операцию еще в сентябре где-то месяце, в августе-сентябре 2021 года, стали рассказывать, что планомасштабное вторжение неминуемо. Тоже предупреждали через посольство, предупреждали через средства массовой информации, и таким образом, ну, блицкрик Путина сорвался по большому-то счету. Быть может и сейчас, когда они предупреждали, что буротеррористические атаки не в том числе срывали какую-то российскую спецоперацию, такое возможно? Ну, не знаю, мы здесь с вами уходим в область конспирологии. Честно говоря, конечно, само существование всех этих теорий, которые мгновенно возникли, в том числе и среди россиян, для меня свидетельство того, что существуют системные проблемы в российском государстве, которые связаны с тем, и которые начались задолго до войны, которые связаны с базовой проблемой, с одной стороны, веры в то, что российское государство способно абсолютно на все, для того, чтобы защитить себя или то, как это государство понимает, включая теракты и убийства людей. А с другой стороны, это сочетается с огромным недоверием к тому, что говорят официальные лица. То есть, с одной стороны, люди на улице могут говорить, да-да-да, конечно, ФСБ – это та структура, которая нас защищает, и, конечно же, это ужасные украинцы, которые все время все вот это делают, а внутри себя они думают, ты черт их знает, они такие жестокие, а я настолько беспомощный, да они на все способны. И это, собственно, является благодатной почвой для появления любых конспирологических теорий, и я думаю, что их будет просто становиться все больше и больше. И если мы увидим дальше тенденцию, что Путин раскручивает этот антиукраинский маховик, пытаясь обвинить Украину в этом теракте, предполагаете ли вы, что ему понадобится, учитывая нынешнюю тенденцию, еще несколько терактов, для того, чтобы до конца эту уже версию закрепить в информационном пространстве, в том числе в головах российских граждан? Да понимаете, ему не нужна эта серия терактов для того, чтобы закрепить ужасный образ агрессивной Украины. Это не требует лишних доказательств. С 2014 года, как минимум, а может быть, меня поправят ваши зрители и раньше, в российском информационном пространстве каждый день в голове россиян вбивался этот нарратив, что ужасные украфашисты только и сидят и думают, как бы им устроить что-нибудь плохое по отношению или к русскоязычному населению Украины, или в отношении самой России. Уже столько кирпичей выложено в эту конструкцию, уже такие здания возведены, многоэтажные, что там несколько лишних кирпичей, они по большому счету не изменят общие картины. Картина уже создана, у людей в головах это уже сидит. И я не знаю, сколько лет понадобится, чтобы эту картину хоть как-то изменять. Кирпич. 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 То, что больше людей погибло от огня, а не от выстрелов террористов. Намного больше. Что почему-то генеральная прокуратура посылает на место прокурора Московской области с функциями координации деятельности спецслужб во время еще операции. Как это вообще может быть? При чем здесь прокурор, когда даже в российском законе 2006 года о противодействии терроризму четко описано, кто должен брать на себя ответственность в случае террористической атаки. То есть эти все вещи, конечно, сам ответ российского государственного аппарата на эту трагедию, он поразительно повторяет то, что мы видели до того. Вот годы идут, десятилетия, все то же самое. Конечно, есть вопросы, которые у меня есть, очень серьезные, к официальной версии, потому что многие вещи я не понимаю в деятельности террористов. Мы просто не понимаем. Ну, например, мы видим, что план, собственно, был очень, скажем так, системно продуман, то есть он был сложным. Нужно было приехать на место, нужно было войти в здание, нужно было убить много людей. После этого нужно было найти зрительный зал, а это большое помещение, нужно было дойти до этого зрительного зала, поджечь этот зрительный зал, что, опять-таки, не такая простая задача, нельзя два стула подпалить, и после этого загорится все здание, и уйти, при этом не потеряв ни одного человека. Все это удалось осуществить, и, в принципе, никаких трудностей у них не возникло. То есть на этапе планирования и осуществления самой операции все было сделано очень-очень-очень продуманно. При этом абсолютно идиотский план ухода. То есть люди садятся в ту же самую машину все вместе и едут очень долго, где их благополучно ловят. Как вот первая часть совпадает со второй, и как она может сочетаться, я просто не понимаю. А вам не кажется, что вот эти вот таджики, которых сейчас отправили уже в СИЗО, и, скорее всего, им впаяют или пожизненные, или очень долгие сроки, что это просто отдельная часть спектакля, что вот была эта группа, которая ходила, которая фотографировала несколько дней, мы уже видим, выставляют эти данные, что фотографировал один человек, 9-го числа, еще какого-то, и что была еще одна группа. Потому что тот же Бортников, директор ФСБ, в день совершения теракта озвучил Путину цифру. 11 человек, 11-12 человек, которых задержали. Хорошо. Четверых отправили в СИЗО, двоих, говорят, ликвидировали. Где все остальные? Ну, смотрите, во-первых, у нас есть сейчас видео, которое идет с той стороны, со стороны ИГИЛ. И на них видно, по крайней мере, нескольких людей, которые были задержаны. То есть, видимо, все-таки, по крайней мере, эта группа, скажем так осторожно, согласна, получается, источникам с двух сторон, что эта группа присутствовала, она действительно убивала людей, и мы видим оружие в их руках, и можно идентифицировать их как тех людей, которые там находились. Понятно, что это не исключает того, что там могла быть какая-то еще группа или какие-то еще люди. То, что касается 11 человек, или там сколько, 7 человек, получается, помощников, действительно, вы правы, не очень понятно, что с ним происходит, не названы их имена, и нужно посмотреть, на самом деле, как все это будет, скажем так, развиваться. По моему опыту человека, который 25 лет освещает подобные вещи, обычно происходит что? Идет страшный, ну, такой, ну, скажем, по всем российским, особенно московским службам, от МВД до участковых, до ФСБ, до ФСО, до всех-всех-всех служб, идет приказ, что срочно занимайтесь жилым сектором. То есть нужно заниматься тем, что люди будут сейчас ходить, и ходят, и активно, скажем так, допрашивают, опрашивают и запугивают среду иммигрантов из Центральной Азии, в Москве. Понятно, что при этом хватает большое количество людей, которые не имеют никакого отношения к теракту. Зачастую даже, когда выдаются фотороботы людей в розыск, это могут быть абсолютно никому, ну, то есть люди, которые не имеют никакого отношения к теракту. Я хорошо помню, как, например, в «Известиях», когда был теракт в 2000 году на Пушкинской площади, в розыск объявили водителя газеты «Известия». Просто случайно его взяли, объявили в розыск, и все российские СМИ вышли с его, собственно, фотопортретом, и нам приходилось, а он уехал на охоту с ружьем в багажнике машины. И мы боялись все редакции, что его просто, ну, хлопнут по пути, потому что никто не будет разбираться, особенно, когда произошла атака, да, и люди находятся на взводе, а, как мы видим, российские силовики всегда плохо себя контролировали, а сейчас вообще перестали себя контролировать, судя по тем пыткам, которым они подвергли задержанных. Поэтому такие вещи происходят, и мы посмотрим, сколько из этих семи человек вообще останется, в конце концов, будут задержаны, и будут вообще как-то привлечены к ответственности, и вообще будут иметь отношение ко всей этой истории. Может быть, ни один человек не останется. Это тоже возможно. Посмотрим. Что меня удивило, то, что, ну, кто не знает, да, кругу Сити Холл, вокруг него напичкано, там и объекты полиции есть, и Росгвардия, да, и, в принципе, Росгвардия должна, согласно контракту, охранять было этот объект, помимо их ЧОПа местного. Они не приехали, не пришли на помощь. Но меня другое удивило. Вот вы когда описывали теракт в Норд-Осте, на Дубровке, когда вы, вы знаете прекрасно об этом теракте в Бесване, в школе, вот там людей мариновали. Мариновали и ждали, пока огромное количество жертв появится. Да. Здесь, как мне представляется, может быть, я ошибаюсь, но интересно ваше мнение. Их тоже мариновали специально, чтобы увеличить количество жертв? Это чтобы это была преступная халатность или это была специальная акция? Ну, смотрите, во-первых, в тех случаях, которые вы перечислили, и в Беслане, и в Норд-Осте, у террористов была еще надежда на то, что можно будет заставить российские власти вести какие-то переговоры. И в том и другом случае, да, жестокость повышалась, мы видим, что градус жестокости повышался со стороны террористов, то есть в Беслане сразу пошли расстрелы, в Норд-Осте, на самом деле, было очень мало жертв со стороны террористов, потому что они искренне, видимо, надеялись, что из-за того, что это происходит в Москве, простите, то можно будет как-то заставить Кремль и Владимира Путина конкретно пойти на переговоры. Поэтому, например, одним из требований было, чтобы родственники тех, кто оказался в заложниках, чтобы они вышли на Красную площадь, чтобы они требовали остановить войну в Чечне и так далее. Для Владимира Путина это просто, ну, он одержим, вот просто в буквальном смысле одержим той концепции, что он себя в таких случаях будет вести не так, как вел себя Ельцин. Как мы знаем, Ельцин тоже был человек, мягко говоря, не очень мирный, да, при нем началось несколько войн, но, тем не менее, все-таки он не был таким уж кровожадным. Он все-таки, ну, когда оказывался в ситуации, как, например, захват больницы в Буденновске в 95-м году, все-таки он разрешил своему премьер-министру Черномырзину вступить в переговоры, таким образом было спасено большое количество людей. Владимиру Путину это всегда казалось признаком слабости и началом неминуемого конца российского государства. Вот прям вот так. Вот для него это прямо... Но это, послушайте, но это не отменяет тот факт, что они приехали на час позже, все эти силовики. Да, абсолютно верно. И это та проблема, повторюсь, которая, вот меня поражает то, что 20 с лишним лет проходит, и ничего не меняется. То есть, опять, террористы уезжают спокойно на машине и быстро доезжают до Брянской области, а российские полицейские стоят в пробках. Какие пробки? Достаточно... Даже у СССР есть вертолеты. Андрей, смотрите, но есть же тоже интересный момент, потому что после Норд-Оста у силовиков, у чекистов всегда есть какое-то целеполагание, у них есть смысл всегда. Вот Норд-Ост это условно закрытие НТВ окончательное. Школа в Бесване это ведение, это отмена губернаторских выборов. Здесь, и получается, и там, и там они накапливали эти жертвы, чтобы их было много. Я понимаю, подождите, что значит накапливали жертвы? Я имею в виду то, что, например, людей, которых усыпляли газы в Норд-Осте, вовремя не отправляли в больницы. Я имею в виду то, что сжигали людей заживо в Бесване. Здесь, получается, просто идёт пожар. Люди, большинство своим сейчас уже, большинство своим люди говорят, и медики подтверждают, что умерли от чадного газа. И такое ощущение складывается, что действительно силовики не ехали, потому что необходимо было просто, чтобы было огромное количество жертв, показать цифру. Или я неправильно понимаю российскую логику? Вы, понимаете, есть такая проблема логическая, когда мы пытаемся найти объяснение в сложной картине мира, выстраивая логику, уже зная исход, и зная все этапы. надо просто понимать, что, ну, к сожалению, или к счастью, может быть, к счастью, я думаю, российские силовики не такие компетентные и умные люди, как вы их себе видите. Я довольно активно и много общался с людьми, которые там шли на штурм, например, Норд-Оста, из спецподразделения Альфа, которые на самом деле считали, что они там погибнут, и там просчёт был, там не было никакого расчёта, чтобы людей специально там погубить, а там была просто идиотская абсолютно концепция, что они неправильно поняли ситуацию со взрывными устройствами, считали, что они обязательно взорвутся, и посчитали следующим образом, что у вас там тысяча человек, мы туда заходим, обязательно будет взрыв, из тысячи человек погибнет человек 700, а спасутся, может быть, 300, а может быть, 100. Вот на них мы рассчитаем антидот. И когда вдруг выяснилось, что террористы не собирались взрываться, а все эти люди, все эти тысячи человек оказался отравленным, они просто не поняли, что им с ними делать. То есть это вот до такой степени люди не рассчитали и не просчитали, что нужно делать. То же самое было в Беслане. частично это было просто абсолютно некомпетентность и страх перед Путиным, потому что напомню вам, что в ситуации с Бесланом несколько очень высокопоставленных офицеров ФСБ прилетели в Беслан и улетели через 20 минут, потому что просто испугались за брать на себя ответственность. То, что происходит сейчас, это вот сочетание этой трусости, некомпетентности, нежелания учить какие-либо уроки, и все это замещается просто безумной жестокостью. Вот это та комбинация, которая работает и которая на самом деле не то чтобы подходит Владимиру Путину, ему тоже не очень нравится такой непрофессионализм, но он ее понимает, потому что он сам из этой системы. И вот эта жестокость и некомпетентность хорошо, нормально, мы за это не наказываем. Есть только один случай, когда Путин готов наказывать своих силовиков и делает это очень быстро. Это в ситуации потери контроля над определенной территорией или регионом, или страной. То есть когда под угрозу ставится политическая стабильность, потому что Путин одержим политической стабильностью. В этом случае силовиков наказывают. Во всех остальных случаях нет. Количество жертв не имеет значения, жестокость теракта не имеет значения, провалы, даже такие провалы, которые происходят в Украине, не имеют значения. Пока речь не идет о потере политической стабильности. Поэтому вы представьте себе, 20 с лишним лет люди растут карьерно вот в такой системе координат. Вырастает то, что вырастает. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, «Покупайте мой мерч и приближайте победу Украины». Сейчас, учитывая вот эту кампанию против Росгвардии Золотова и министра внутренних дел Колокольцева, я, кстати, знаю, может быть, вы расскажете, что Патрушев очень ждет, чтобы этих людей убрали. Не знаю, насколько это отвечает истине. Но как вы предполагаете, после того, что случилось, головы полетят, во всяком случае, в МВД и в Росгвардии? Ну, мы можем быть спокойны за ФСБ, тут ничего никуда не полетит, я так предполагаю, потому что, повторюсь, ФСБ хорошо умеет менять нарратив, и поскольку они быстро поймали террористов, по крайней мере, так это выглядит, и так они это показывают Путину, ну и то, что они пропустили саму атаку, это уже уходит на задний план. Это привычная схема, Путин живет в недвадцать с лишним лет. То, что касается Колокольцева, здесь может быть ситуация, когда люди воспользуются, и мы видим, что идет серьезное давление на то, чтобы убрать Колокольцева. Отсюда обсуждение этой истории с автомобилем кинологической службы, что сотрудники полиции просто бежали с места теракта, не стали оказывать никому ни помощь, не пытались сопротивляться. Но, если честно, пока Владимир Путин, особенно я бы сказал, что с начала полномасштабной войны в Украине, для него очень важно демонстрировать своим людям, что он не поддается давлению. Именно поэтому даже те генералы, которые были наказаны первоначально за провал вторжения, за ужасное поведение российской армии летом 2002 года, тем не менее, они не были отправлены в тюрьму. То есть они были отправлены, некоторые из них попали в заключение, но, тем не менее, их быстро освободили, вернули, некоторых вернули даже на свои старые позиции. Потому что для Путина очень важно показать, я не поддаюсь никакому давлению, невозможно на меня надавить. Здесь вопрос, как это разыграют. Если это разыграют как давление извне, допустим, что есть какие-то силы, которые пытаются заменить Колокольцева, если Колокольцев сумеет это так разыграть, то он останется. Если все-таки Патрушев, Бортников разыграют это как то, что у вас новое правительство, Владимир Владимирович, вам надо менять министра и нужно что-то делать с Росгвардией, может получиться по-другому. Друзья, оставайтесь на всех наших YouTube-площадках. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона. Не забудьте также подписаться на YouTube-канал Алиси Бацман, поставить как можно больше лайков и комментариев. Андрей, давайте поговорим в принципе о деятельности ФСБ сейчас, потому что, ну вот курсируют слухи, что, да какие слухи, создают две армии, создают огромное количество дивизий, батальонов, уже все это анонсировано. В любом случае мобилизация какой-то доготовится в России, потому что на такое количество новых организаций, конечно, мобилизация необходима. Как и по те, да, в Российской Федерации. ФСБ, как она изменилась за время войны? Насколько я слышал, да, что все уже абсолютно структуры ФСБ участвуют в военных действиях, да, участвуют в этой войне против Украины. Абсолютно верно. И вы совершенно правы. Если до войны там два, грубо говоря, подразделения, две службы ФСБ участвовали напрямую в украинских делах, там пятая служба и до какой-то степени служба контрразведки, сейчас мы видим, что даже служба экономической безопасности занимается проблемой Украины, не говоря уже и прежде всего о военной контрразведке. Военная контрразведка растет по экспоненте. Именно эти люди занимаются расследованием, и они должны заниматься обеспечением безопасности стратегических объектов, включая подрывы на железных дорогах, атаки на военные части. В том числе, к сожалению, именно эти люди, собственно, занимаются фильтрацией гражданского населения, пленных на оккупированных территориях. Это военная контрразведка прежде всего. Создана группировка временной военной контрразведки, которая этим занимается. Это большое количество людей. Вообще сейчас это, наверное, крупнейший департамент ФСБ. Есть, конечно, еще и служба по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом. Эти люди тоже участвуют, тоже занимаются. Плюс еще, не будем забывать, что ФСБ – это не только Москва, это региональное управление. И поскольку необходимо все время довольно серьезное присутствие ФСБшников на оккупированных территориях, где этих людей брать? Их берут, скажем так, на основе ротации из региональных управлений. Это приводит к тому, что, в конце концов, весь аппарат ФСБ, включая региональное подразделение, проходит через командировки на оккупированных территориях. Как времена Чеченской войны, да? Абсолютно верно, да. И это понятно, к чему это приводит. Это приводит, с одной стороны, к милитаризации спецслужбы, к тому, что методы, которым они действуют, они становятся жестокими до степени того, что мы сейчас наблюдаем. Вот да, мы постоянно видим, что российские спецслужбы нас постоянно удивляют. Не было такого, чтобы задержанному отрезали ухо. То есть пытки-то были, но только ФСБшники не выкладывали это радостно всем. И Владимир Путин, которого сегодня спросили о пытках, он сказал, что он не собирается это комментировать. Такого раньше Песков сказал, что он не будет это комментировать, пресс-секретарь Путина. То есть это же новая для нас, для всех, новая реальность. И это последствия того, что ФСБ полностью участвует в этой войне. Плюс надо, конечно, понимать, что кроме ожесточения, которое сейчас переносится в Центральную Россию, те методы, которые они используют на корпоративных территориях, полностью используются теперь уже и будут использоваться в Центральной России против российских граждан, против эмигрантов сейчас, конечно. Вот это та реальность, с которой российские спецслужбы живут. Ужесточение методов, я бы сказал, еще в сочетании со страхом, конечно, потому что людям не хочется служить на оккупированных территориях. Это страшно. И отсюда еще большая жестокость, еще больше озверения. Ну, в общем, это такое очень тяжелое сочетание, я бы сказал. А какие ключевые задачи сейчас ставят перед ФСБ, перед этими управлениями, службами на оккупированных украинских территориях? Ну, официально главная задача – это обеспечение безопасности российских войск, чтобы они не подвергались диверсионным атакам со стороны украинских спецслужб, подразделений. Но в это включается очень много чего. Например, включается задача по тому, чтобы эти самые вооруженные силы российские, ну, чтобы настроения там были лояльными, собственно, российскому руководству. То есть это такой жесткий контроль примерно на уровне сталинских спецслужб и того, как тогда СМЕРШ контролировал советскую армию. Ни в коем случае, никто ничего не должен сказать, что противоречит общей картине, что мы идем освобождать Украину от украинцев. Это первое. Второе. Большая задача по, собственно, работе с гражданским населением, которое осталось на оккупированных территориях. Это включает в себя очень много чего. Прежде всего, это включает в себя, собственно, работу в фильтрационных лагерях. Там вербовка проходит самая крупная. Да. Работа по вербовке гражданского населения военнопленных проходит в фильтрационных лагерях. В основном занимаются как раз органы военной контрразведки и с подключением других подразделений. Задача какая? Очень простая. Нужно восстановить агентурные сети, которые были потеряны после 22-го года, благодаря деятельности украинской контрразведки. Нужно восстановить эти сети. Нужно восстановить сети, которые действуют как на территории Украины, так и на территории Европы. Как это сделать? Как быстро нарастить агентурный аппарат? Нельзя же… Ну, то есть, можно, но это сложно. Сослать там ФСБшников, бегать по деревням и там вербовать людей. Это так не работает. И так никогда не работало. И это, собственно, урок, выученный после чеченских кампаний, а на самом деле еще после деятельности НКВД на территории Западной Украины в 1944-1945 годах. То есть, что делается? Вы создаете большой концентрационный лагерь и пропускаете через него большое количество людей. Выяснить снаружи, кого там завербовали, а кого нет, не представляется возможным. Тут имеет значение цифры, что у вас должно быть большое количество людей, которые проходят через эти фильтрационные лагеря. Кто-то из них поддается давлению, кто-то нет. Понять снаружи это невозможно. И, конечно, в этой ситуации человек, который оказывается в таком фильтрационном лагере, он абсолютно беспомощен, потому что на него можно давить любыми средствами, любыми способами, выясняя все детали не только о его жизни, но о жизни его родственников и близких, выясняя в том числе, есть ли у него, например, знакомые родственники или друзья, которые служат в СУ. То есть, это та база, на которую рассчитывают органы ФСБ для воссоздания агентурного аппарата. Вы сказали, что ФСБ отчасти потеряло агентурный аппарат на территории Украины, а за вот эти без фильтрационных лагерей. Кстати, мы должны напомнить, что глава пятой службы, наверное, так она называется правильно, беседа, он тоже был куда-то отправлен. А потом вернулся. Это такая сталинская тактика, убрать человека, а потом наказать его, напугать до полусмерти, а потом вернуть. Это человек, да, он отвечал и за Майдан, он отвечал и за предыдущие 9 лет войны. Но скажите, сейчас насколько эта служба действенна в Украине? Восстановили или практически восстановили ли они какой-то свой потенциал? И в принципе, какой сейчас потенциал у России внутри Украины, если мы говорим не об оккупированных территориях? Ну, смотрите, я думаю, что ситуация сейчас очень сильно отличается от того, что было до 2022 года. Все-таки до 2022 года были определенные круги в Украине, которые были, ну, или считали это возможным, определенное сотрудничество с российскими спецслужбами. Были политические силы, которые считали это возможным. И здесь можно было играть в разные интересные игры, работая с людьми из самых разных ведомств. были еще какая-то инерция в некоторых службах безопасности Украины, что кто-то еще там помнил кого-то, кто служил вместе. А ведь до какого-то, если я не ошибаюсь, до 2005 или 2006 года еще совместные коллеги проходили СБУ и ФСБ. Понятно, что сейчас все это не работает. Ничего этого больше нет, и людей этих нет. Надо создавать вещи заново. Сейчас основной упор, конечно, идет на, скажем так, задачи, что это военные. В меньшей степени политические, больше военные. Это не потому, что российские спецслужбы там сильно изменились. Это то, что от них требует армия. Обеспечение прежде всего интересов военных. То есть им нужно выяснение, куда наносить удары, цели, как действует ВСУ, где проходит обучение, логистические центры, вот эти вещи. Это не значит, что политические цели совсем больше не нужны, просто сейчас момент не для них. Насколько я могу это судить по общению с людьми внутри. Но это не значит, что эта проблема или эта задача исчезла или не вернется в какой-то момент времени. Поэтому даже пятая служба сейчас занимается обеспечением, в принципе, задач российской армии, я бы сказал. Наверное, сейчас еще более будут усилены моменты с преследованием российской эмиграции, российской оппозиции за пределами Российской Федерации. Вот мне интересно, когда вводится вот это понятие иноагент и экстремист-террорист. Какие протоколы условно действуют с точки зрения ФСБ? Чего ждать этим людям, которые названы иноагентами и которые названы экстремистами-террористами? Я бы сказал, что, во-первых, нужно в этот список добавить нежелательные организации, потому что это тоже одна из градаций, это то определение, которое тебе могут навесить российские органы власти. Я бы сказал, что иностранные агенты – это самая относительно безопасная категория, потому что их просто физически очень много. В этот список попадают люди по каким-то абсолютно непонятным мистическим причинам. Зачастую мы между собой гадаем, нам кажется, что просто люди тычут пальцем просто. Я не знаю, в список блогеров иногда, иногда в список художников, иногда в список актеров. То есть это просто непонятно, ни логика, ни идея. С нежелательными организациями – это другая история. Вот тут сразу видно, что как только, например, средства массовой информации в изгнании попадает в такой список, по ним начинают работать комплексно, пытаясь, во-первых, идентифицировать всех тех, кто сотрудничает с этой организацией. И мы видели несколько уже примеров, когда появляются в интернете списки людей, которые сотрудничают с нежелательными организациями, их персональные данные, идёт давление на них, идёт давление… Как с медиазоной. И с медиазоной. Это было с некоторыми антивоенными комитетами в нескольких европейских странах. Идут, после этого подключаются уже центры Э, МВД, которые, например, занимаются тем, что выписывают, пытаются найти людей, потому что люди всё-таки иногда заезжают на территорию России, некоторые. Их сразу останавливают, введут многочасовые допросы, оказывают на них давление, а потом штрафуют за принадлежность к нежелательной организации. В общем, компрометация этих организаций идёт, скажем, со всех сторон. Это очень серьёзная операция, серьёзные силы в этом случае задействуют. Если человека назвали экстремистом и террористом, и он находится за пределами России, чего ждать от ФСБ? Что им дозволено в этом случае? Ну, я бы сказал так, что это мишень. Причём мишень в том числе как для компрометации, о которой сейчас я говорил, так и для силовых действий. Мы все знаем, что ещё с 2000, если я могу ошибиться, по-моему, когда это был четвёртый или шестой год, когда были разрешены официально российским парламентом операции по ликвидации террористов за рубежом. Мы знаем, что это, в общем, хорошо опробованная практика российских спецслужб, и поэтому в этом случае считается допустимым операцией по физической ликвидации. Я в своё время помню, что вёл эти дискуссии, скажем так, с сотрудниками спецслужб, пытаясь понять у них их логику. То есть, ребята, объясните мне, у нас же вроде нет смертной казни, и должен быть суд. Даже над террористами. Почему вы с таким большим энтузиазмом занимаетесь ликвидациями людей за пределами страны? Мне объясняли всё время одну и ту же логику, приводили в пример. Во-первых, всё время ссылка, конечно, на Великую Отечественную войну, тут без этого не обойтись. Но всё время говорили так, что да, у нас нет, скажем так, смертной казни. Но представь себе, что ты встретил группу вооружённых бандитов в лесу, ну, ты же должен отвечать огнём. Вот мы их уничтожаем как бы в результате боестолкновения. И когда ты говоришь, там же нет боестолкновения, потому что вы убиваете людей без оружия. То есть, это так не работает. Ты видишь пустые глаза и абсолютную уверенность в том, что они делают. В ФСБ довольны или недовольны Путиным? Какие сейчас там настроения вообще внутри? Вы знаете, мы прошли эту точку, когда внутри ФСБ могли быть настроения. И, понимаете, когда мы говорим настроение, мы говорим о том, что должна вестись какая-то дискуссия внутренняя. Конечно, должна вестись в частном порядке. Ну, грубо говоря, люди должны сесть где-то в бане и обсудить, да, что вот наш Владимир Владимирович пошёл куда-то не туда. Вот мы эту точку прошли. Во-первых, потому что сейчас в спецслужбе служат очень много людей возраста там. 27, 35, 40 лет. Люди, которые всю свою карьеру, абсолютно всю, с первого дня с Академии ФСБ провели при Владимире Путине. Это просто неизбежно сужает горизонт. То есть эти люди, к сожалению, даже хуже в смысле того, как они вообще воспринимают политическую ситуацию, чем предыдущее поколение, которых мы считали самым худшим поколением, потому что они были обижены на распад Советского Союза, на то, что вот их любимый КГБ там как-то вот был скомпрометирован. Но те люди, то есть люди там 50-60 лет, они хотя бы помнят, что был другой президент, что были политические процессы, что можно было не угадать и попасть в сложную ситуацию, и нужно было вертеть головой просто по необходимости. Те поколения, о которых я говорю, они уже этой привычки не имеют, им неоткуда её взять. И когда с ними разговариваешь, это очень видно. Они мыслят в категориях, скажем так, как бы начальник на них, начальник отдела или управления не обиделся, и чтобы он ими был доволен. Даже думать и спрашивать их о том, что они думают про Бортникова, не говоря уж про Владимира Путина. У них так голова уже не работает. Они живут в этом ящике. И за пределы этого ящика они не выходят. Да, первоначально, я бы сказал, в самом начале войны полномасштабного вторжения, то есть, я бы сказал, март, апрель. Ещё можно было видеть, что было какое-то внутреннее возмущение, что как-то мы что-то всё хреново организовали. И были какие-то разговоры, некоторое временное, ну, я бы сказал, шатание. Но оно, к сожалению, кончилось уже к маю 2022 года. Всех застроили, все поняли, что надо. Ну, раз уж это случилось, то случилось. Люди примирились с неизбежным, я бы так сказал. Они абсолютно, ну, я бы сказал, искренне восприняли нарратив Кремля, что война с Украиной и вообще с Западом была неизбежной. Просто Путин её начал раньше, чем начал бы Запад. Это они в это верят. Абсолютно, вам хочу сказать, к сожалению, вполне искренне. Ну, и всё, и как уже, неизбежно же всё это. Ничего не поделать. Андрей, если очень коротко, потому что очень мало времени до конца эфира. Скажите, ФСБ, в принципе, оно надолго, вот оно навсегда, и вот условно после Путина, ФСБ поставит нового Путина или кого-то получше, как думаете? Слушайте, я всё-таки надеюсь, будучи россиянином, я надеюсь на то, что всё-таки у страны моей когда-нибудь будет нормальное будущее. И в этом будущем не должно быть места для ФСБ. Поэтому я надеюсь всё-таки, что это случится. Но краткосрочный прогноз, к сожалению, пока довольно тяжёлый. Люди, которые сейчас находятся в силовых российских структурах, заинтересованы в войне, полностью в ней участвуют и даже без Путина будут продолжаться, будут пытаться, по крайней мере, какое-то время продолжать делать то, что делает он сейчас. Друзья, спасибо большое, что оставались вместе с нами всё это время. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона. Не забудьте подписаться на YouTube-канал Олеси Бацмана. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под этой беседой с Андреем Солдатовым. Ну и, конечно же, кликайте на звоночек для получения новых уведомлений о наших новых видео. Их будет больше, больше и больше день от дня. Андрей, спасибо, что были с нами. Спасибо.